Перед тем, как мы продолжим изучать праздники, я хочу дать вам что-то особое. Это диаграмма или это процесс коммуникации. То есть, можно назвать это коммуникацией. Во-первых, у нас есть источник. И источник хочет достигнуть того человека, который получает информацию. Мы с вами — это источник. Мы изучаем Библию. Мы проходим обучение. И потом мы хотим передать это другим. Ну вот, мы с женой на этой неделе здесь с вами. И мы следуем этому процессу коммуникации. Мы используем свои голоса, говорим по-английски, Вика переводит, она часть этого процесса. Но и должно быть что-то, что мы хотим передать. Это учение или слово. Это может быть местописание, это может быть библейский урок. Это может быть проповедь. Это может быть учение, вот как здесь. То есть, у вас должно быть какое-то послание, которое вы хотите передать человеку, который вас слушает. Но чтобы мы могли передать эту информацию слушателю, нам нужны какие-то средства массовой информации. То есть, средства, через которые мы передадим это человеку. То есть, здесь можно написать целый список, что это может быть. Газеты, книги, журналы, Библия, DVD, CD, MP3, что угодно. То есть, должно быть какое-то средство массовой информации. И давайте не забудем про радио и телевизор. То есть, мы проходим через этот процесс. И смысл этого процесса в том, чтобы тот, кто нас слушает, получил эту информацию. Ну, вот мы в городе Одесса. Здесь проживают тысячи людей, которые не знают Ешуа. И мы хотим достичь их Евангелия. Как нам это делать? Как нам донести до них Евангельскую весть? Мы должны следовать этому процессу в той или иной форме. Домашняя группа. Это один из способов. И есть много идей относительно того, что вы можете делать, чтобы донести это послание людям. И здесь мы сейчас нарисуем стрелки. Это непрерывный процесс. И если что-то отсюда выпадет, то коммуникация прервется. Здесь у нас помехи или препятствия. То есть, помехи могут выражаться в разных формах. Допустим, я говорю, а на улице работает большая машина и сильно шумит. И вы меня не слышите. И таким образом процесс коммуникации прерывается. То есть, если это радио, то эти помехи могут быть статические. Но вот, скажем, вы разговариваете с человеком, вы его евангелизируете. А у этого человека раньше был неприятный опыт с христианами. Или у него неправильное представление о том, что такое Евангелие, кто такой Ешуа. Вот Андрей задал мне такой вопрос. Как можно доказать, что Ешуа воскрес из мертвых? А некоторым людям это легко принять. А другим людям это принять трудно. И вы должны знать, как вам преодолеть эти помехи, эти препятствия. Допустим, к вам на собрание пришел пьяный человек. Вот алкоголь в нем, он как раз и является помехой. То есть, он не услышит проповедь. Я был на служении в одном селе под Ивано-Франковском. Я проповедовал Евангелие и потом пригласил людей выйти вперед на покаяние. И вышел вперед один человек. И я понял, что он пьяный. Но он вышел, но я решил вот с ним все сделать. У меня был переводчик. То есть, я говорил по-английски, переводчик переводил, и потом этот мужчина должен был повторить слова. И я сказал ему, молись со мной вслух. И я сказал, Отец Небесный. И переводчик еще не успел перевести. Как этот человек, он был настолько пьян, что он сказал это по-английски. Я сказал, нет, нет, объясните ему, что здесь происходит. Ну, такое обращение, оно, наверное, не очень реально. То есть, помехи, препятствия могут быть различные. У вас вопрос? А сюда вот в средства массовой информации еще можно вписать интернет. То есть, можно вписать интернет. Теперь мы находим до человека, который получает информацию. Это может быть ребенок, подросток или взрослый. Ну, скажем, что у нас будет радиопрограмма. И мы будем транслировать Евангелие по всей Украине. И мы надеемся, что люди там на местах нас слушают. Мы не знаем, слушают ли они нас. И вот последняя и самая важная часть коммуникации. Она называется обратная связь. Вот когда я говорю вам сейчас, вы даете мне обратную связь. Вы смотрите на меня. Вы киваете головой. Улыбаетесь. Или вам скучно, и вы на меня даже не смотрите. То есть, вы даете мне какую-то обратную связь. И вот эта обратная связь, которую я от вас получаю, она помогает мне понять, доношу я до вас вот это слово или послание, или нет. Вернемся, к примеру, с радиопрограммой. То есть, мы просим людей писать нам письма, и предлагаем им пройти библейский курс по переписке, по почте. И мы получаем 100 писем. Это обратная связь. Это значит, что хотя бы 100 человек нас слушали. Это значит, что нас слышали до тысячи человек, потому что обычно письма пишут не больше 10%. Но 100 человек были настолько заинтересованы, что они написали письмо, вложили его в конверт, приклеили марку и отправили это письмо вам. Например, вчера вечером, когда я был на служении, некоторые из вас там были. И когда я проповедовал, я наблюдал за людьми, чтобы видеть, как они реагируют. И когда люди на меня смотрели и выглядели заинтересованными, то я знал, что я говорю то, что до них доходит. Иногда я их терял. Я доходил до какого-то момента, который был для них не очень интересен. И они начинали смотреть по сторонам. Это обратная связь. Есть положительная и отрицательная обратная связь. Вы здесь, в этом институте, для того, чтобы изучать Слово Божье. И я знаю, что вы хотите передавать другим то, чему вы научитесь сами. И я хотел вам объяснить этот процесс, чтобы вы понимали, что вы делаете. Мы даже не осознаем, что мы следуем этой диаграмме. Дима и Андрей стоят на улице. И Дима, и они разговаривают друг с другом. И Дима говорит что-то Андрею. Андрей кивает головой, говорит, да, правильно. И Дима понимает, что он, как бы, имеет вот эту связь, или нашел этот общий язык с Андреем. И вы этого не осознаете. Но способы коммуникации, их больше, чем один. То есть, сейчас я говорю вам, используя при этом свое тело. То есть, я размахиваю руками. Я улыбаюсь. Я смотрю на вас глазами. Если вы не хотите устанавливать такую связь, такую коммуникацию, тогда не смотрите людям в глаза. Вот у меня для тебя сегодня важное слово. Тебе нужно меня выслушать. Бог тебя любит. Видите, это неправильно. То есть, это не соответствует идее коммуникации. Поэтому, когда я обращаюсь в группе, то я смотрю на каждого человека. Но некоторые люди реагируют на вас легче, чем другие. И это ваша задача, вытащить того человека, с которым вам сложно установить эту связь. И всегда помните, что вам нужна обратная связь. Вот сейчас я получил обратную связь от моей жены. Она подняла руку, хочет задать вопрос. А что если Дима разговаривает с Андреем, и Андрей не говорит «да, да, правильно», он вообще ничего не говорит? Что тогда делать? Ну, это скажет Диме, что он не установил еще эту связь с Андреем. И он должен найти что-то другое, что он скажет Андрею, или каким-то образом заинтересовать Андрея. Я изучал христианское консультирование, я также преподаю христианское консультирование. И несколько раз, когда я был в Киеве, я преподавал, я обучал консультантов из общины Бориса Грисенко. Консультирование – это тоже способ коммуникации. Консультирование – это когда ты садишься с одним человеком и стараешься помочь разобраться в его проблеме. То есть, о консультировании я мог бы говорить несколько дней. Но я просто хочу сказать одно. Консультирование, оно тоже следует этому процессу. Особенно это касается обратной связи. Потому что, когда вы сидите и разговариваете с человеком, то он будет общаться с вами не только голосом, но также и языком тела и выражением лица. Однажды ко мне на консультацию пришла моя студентка из семинарии в Гватемале. Она вошла в мой офис и села на стул. И колени вот так вместе соединила, плотно. И она сидела там такая вот как бы подавленная. Она не была расслаблена. Это что-то мне, это сказала мне о чем-то. Это сказала мне, что в жизни у этой девушки есть серьезная проблема. И я постарался узнать у нее, в чем ее проблема. Ко мне приходили люди, у которых из глаз стекли слезы. И эти слезы, они тоже говорят мне, что в жизни этого человека есть серьезная проблема. Я видел людей, которые приходят к мне для консультации, и они имеют сложность, рассказывать мне, в чем их проблема. Ко мне на консультацию приходили люди, которым было сложно сказать, в чем их проблема. Потому что им было очень больно. И нужно быть очень добрым, очень любящим и внимательным, когда ты проводишь человека через этот процесс коммуникации. Вот здесь я говорил о помехах или препятствиях. Борис, скажем, Борис познакомился с новым человеком и хочет рассказать ему о Ишуа. То есть ты любишь Ишуа, ты любишь этого человека и хочешь рассказать ему. Но ты не знаешь, что до тебя с этим человеком на эту тему уже пытались говорить пять человек. И, возможно, у этого человека очень негативный опыт в этом плане. И есть люди, которые делают так. Андрей, тебе нужно покаяться. Есть такие люди. И они обижают. То есть ты говоришь с человеком, которого уже раньше обидели, и первое, что приходит к нему на ум, это что ты его тоже обидишь. И тебе нужно преодолеть здесь большое препятствие. Тебе нужно сначала подружиться с ним. Есть такой термин, как евангелизация через дружбу. Когда ты сначала должен подружиться с человеком. И потом, когда у вас уже развилась дружба, ты спрашиваешь у человека, «Можно я расскажу тебе о Ишуа?» И если человек говорит «Да», тогда он дал тебе разрешение. И ты заслужил право говорить Ему благодаря вашей дружбе. То есть есть очень неэффективные способы евангелизации. Ты идешь в многоэтажку и стучишь там в каждую дверь. Это неэффективно. Большинство людей говорят, «Ты мне мешаешь, я тут готовлю обед, уходи». Поэтому это нелегкая задача рассказать Евангелие людям, которые нуждаются в Господе. И также это нелегкая задача рассказать истины о христианской жизни верующим. Некоторые верующие не хотят расти. Сейчас я остановлюсь. Может быть, у вас есть какие-то вопросы? Может быть, у вас есть вопросы о том, что я сказал? Моя шина? Это не вопрос. Я просто хочу что-то сказать о хождении по многоэтажкам. Мы знаем одного пастора в Соединенных Штатах, и он с женой выпекал хлеб для всех жителей многоэтажки. И на празднике он разносил этот хлеб по всем квартирам. И они заметили, кто из людей отнесся к ним дружелюбно, и потом навестили их снова. И после того, как они их навестили, они увидели, кто к ним открыт, и они нашли одну пару, которая была открыта для изучения Библии. И потом они пригласили вот к ним в квартиру других людей, которые тоже хотели изучать Библию. И это напоминает мне еще об одном. В одном городе на Украине, не скажу, где, я учил, как нужно евангелизировать. Я давал основные принципы евангелизации. И я сказал, если вы хотите поймать рыбу, куда вы идете? Вы идете туда, где эта рыба есть. Вы можете пойти на какой-то красивый водоем, и там так красиво, чудесно, а рыбы нет. И если вы собираетесь ловить людей, то вы должны идти туда, где они есть. А в Украине в субботу утром где они находятся? Да, либо спят, либо на рынке. В субботу почти все идут на рынок. И я сказал той группе людей, ну вот вам нужно как-то подумать, вот как вы можете в субботу пойти на рынок и там евангелизировать людей. И два человека отреагировали. И они дали мне обратную связь. Они сказали, о, нет, мы это никогда не сделаем. Свидетели Егова это делают. И мы не хотим, чтобы люди думали, что мы свидетели Егова. Я сказал, ну хорошо, тогда вы хотите, чтобы все пошли в ад. Потому что вы не хотите разрушить вашу репутацию, вы не хотите, чтобы вас приняли за светили Егова. Когда они это сказали, для меня это был очень печальный момент. А, на рынок можно ходить и в воскресенье. Ну, то есть они выдвинули оправдание. То есть как, почему они не могут евангелизировать людей. И я возвращаюсь к тому примеру, который я использовал вчера вечером. Вы здесь сегодня благодаря какому-то человеку. Может быть, даже не одному. Кто-то рассказал вам об Иешуа. Кстати говоря, я хочу воспользоваться этой возможностью. И представить вам группу моих друзей. Вот они. Они невидимые. Вы не видите их. Большинство из них уже на небе. Люди, о которых я говорю, это те люди, которые научили меня быть учеником. Мои профессора из библейского колледжа. Они на небе. А я здесь сегодня благодаря им. Я здесь благодаря человеку, который привел меня к Господу. Я здесь, потому что моя жена помогла мне, когда я был молодой христианин. И вы здесь сегодня благодаря целой группе людей. Ваш пастырь. Ваш пастырь. Ваши лидеры. Ваши друзья. Было бы интересно взять листок бумаги и написать на нем всех людей, которые оказали влияние на вашу жизнь. Чисто ради интереса, сделайте такой список из десяти человек. Десять человек, которые оказали наибольшее влияние на вас. И это благословит вас. Вот это то, что мы называем помехами. Да, мобилка — это помеха. Еще один момент. Если есть группа людей, которые помогли вам дойти до сего места, на котором вы находитесь сейчас, теперь ваша очередь. делать то же самое для других. С некоторыми людьми вы проводите много времени. С некоторыми людьми вы проводите мало времени. А с некоторыми людьми вы проводите очень мало времени, и потом вы больше никогда не видите их снова. Может быть, я снова вас не увижу. Я бы хотел увидеть. Но, может быть, я вас снова не увижу. И у меня есть очень короткий промежуток времени, когда я могу передать вам то, что Бог дал мне. Поэтому я должен быть внимателен и осторожен в том, что я делаю и говорю. То есть, есть много, чему я могу научить вас. Но я почувствовал, что вот это для вас важно, и я должен вас этому научить. И я думаю, это вам поможет. Валентин, сколько у меня времени осталось? Спасибо. Да, забыли показать бумажку. Да, вот когда он поднимает вот этот знак, что осталось пять минут, это тоже обратная связь. Дайте мне такую вольность назвать вас учениками Иешуа. А кто такой ученик? То есть, были ученики, которые следовали за Иисусом. Также Иешуа сказал нам, что мы должны идти и делать учеников. Матвея 28, 19. Идите и делайте учеников. Он не сказал, идите и евангелизируйте. Он не сказал, идите и проповедуйте. Он не сказал, идите и заводите друзей. Он сказал, идите и делайте учеников. Итак, вы ученик. А что делает вас учеником? Было бы интересно, если бы взяли листок бумаги и написали на нем все, что, по вашему мнению, делает вас учеником Иешуа. Что вы делаете? Подумайте об этом. Вы молитесь. Поклоняетесь. Вы поете. Изучаете Писание. Говорите другим. Вы верны. Послушны. Вы стремитесь жить свято. А теперь пойдите и воспроизведитесь в ком-то другом. Мы вступаем в брак и воспроизводимся. У нас появляются дети. И как слуги Иегова мы воспроизводимся в ком-то другом. А сколько требуется времени для того, чтобы воспроизвестись? От шести месяцев до года. В зависимости от человека. Один пастор на Украине сказал, у меня проблема. Он сказал, у меня слабая церковь. И ко мне приезжало столько хороших проповедников из Англии, из Германии, из Америки. Они приезжают на несколько дней, проводят конференцию, и все так хорошо. Однако у меня слабая церковь. В нашей церкви очень мало посвящения Господу. И вот что я ему сказал. Я сказал, пастырь, а что делает вас учеником Иисуса Христа? Он даже не думал об этом. Я сказал ему, напишите все то, что делает вас учеником. И потом найдите в вашей общине пять хороших человек, из которых вы можете сделать учеников. И проводите с каждым из этих людей по одному часу в неделю. И через год у вас будет пять сильных учеников. И тогда ваша церковь станет сильнее. И эти ученики станут лидерами в вашей церкви. Вы обучаете некоторых людей, и они просто все впитывают. Они все хотят делать, они все хотят знать, и они учатся очень быстро. А другие люди? Да, может быть. То есть, разные бывают варианты. Некоторые из вас хотят быть пастыром общины. И я говорю вам, делайте учеников. Некоторые из вас хотят работать с молодежью. Делайте учеников. Учите их тому, что знаете вы. Доведите их до того момента, когда они сами смогут делать учеников. То есть, вы будете иметь успех, если вы смогли воспроизвести себя в других, и у вас уже есть внуки в Господе. У нас две минуты осталось? Ну, в другой раз. Учеников. Учеников.